друзья рада приветствовать всех на канале суккулент от ляли сегодня мое видео посвящено обзору и продаже суккулентных излишков моей коллекции у меня подросли разные деточки которые были из череночка были листочка и вот уже накопилось достаточно большое количество довольно интересных есть и редкие виды и попроще в общем всякие разные на любой вкус и цвет ну давайте наверное я вот так покажу общим обзорчиком солнышко выглянуло но не на все еще растения я не стала дожидаться пока я сюда солнышко полностью придет потому что у нас сегодня довольно облачно пасмурно солнышко то спрячется то выглянет поэтому вот я дождалась тут пока солнышко придет на уголочек хотя бы чтобы показывать там растения вам и думаю что начнем потому что тучи ходят пока я буду дожидаться солнышко за тучками спрячется совсем времени не так много вот сегодня выделила денечек немножечко закончил со своими садово-огородными работами ночью конечно же не до конца и они полностью никогда не заканчиваются и сегодня решила время уделить вот такому обзору продажу продажи моих суккулентиков вот эти все растения которым покажу они все с корешками вот ну друзья начнем приятного просмотра и начнем с этого края вот с этой хавортии которая называется цимбе формис аптуза вот такая хавортия укорененная она любит загорать на солнышке небольшие окошечки у нее есть которые видны на солнышке но они небольшие укорененная хорошие корешочки там у нее на солнышке интересно тоже ночью свет приобретает здесь дальше седум аврора который будет розовыми бусинками это варигатный вид седума рубратингтум этот черенок на срез дальше друзья здесь укореняется сую имеет небольшую варигатность вот видно там по центру листика вот сую фрил она имеет там уже небольшие корешочки такого размерчика то есть будет с корешками дальше друзья вот это эхиверия суп коримбоза вот они здесь они у меня стаканчики несколько штучек друзья очень медленно растут деточки у этой эхиверии поэтому продаваться будут в таком небольшом размере то есть стаканчик этот примерно четыре с половиной сантиметра в диаметре ну и вот такого размера получаются детки ну вот эти те что покрупнее вот это и вот это остальные пусть подрастают дальше эхиверия многими любимая рэнбоу радуга это вот это вот она не теряет свои свойства вот такой имеет радужный окрас но ее друзья нельзя пересушивать ее надо поливать вот только листики нижние подвяленные сразу надо поливать то есть не дожидаться пока она пересохнет она этого не любит красивая очень эхиверия варигат на это эхиверия но к ней надо найти подход дальше друзья вот в этом стаканчике вот несколько беленьких симпатичных эхиверий это эхиверия элеонор она вот такого красивого голубого голубоватого белесого цвета с налетом и с маленькими красными когаточками ну вот те что покрупнее да в принципе они все друзья хорошо укорененные и все хорошо доедут вот это зелененькая эхиверия пич прайт в един и в единственном экземпляре тоже на своих корешках тоже по размерам смотрите стаканчик тоже четыре с половиной сантиметра а вот этот стаканчик побольше это который пять с половиной сантиметров для понимания размеров розеточек говорю размеры стаканчиков ну потому что каждую мерить это будет не очень удобно да и очень долго вот такие красивые бусинки седум рубратинту краснеет при перепадах на солнышке будет иметь компактный вид в бедном грунте но будет расти медленнее здесь вот два растения одноголовых на корнях и одна вот такая малышка двухголовая дальше вот это стаканчики пять с половиной сантиметров это агава видная эхиверия сп за ней вот это эхиверия черный рыцарь надо друзья с нее капельки убрать вода я ее вот побрызгала а то на солнышке сгорит сейчас я ее промокну салфеточкой вот друзья промокнула потому что солнышко на нее светит а я ее вот водичкой все равно вот до конца не убрала это эхиверия черный рыцарь будет красивая черная розетка сейчас я заодно тут водичку промокну а то пока на солнышке буду снимать жалко вот такая уже крупненькая розеточка выросла черная и рыцарь афинис где-то у меня еще такая есть ну я вам позже ее покажу если попадется вот такая крупненькая одна такая довольно таки уже ну вот на весь стаканчик она даже вот листочки выходят за ее пределы дальше друзья вот это пахифитом и вот это тоже пахифитоиды варигатные обе варигатные здесь чуть поменьше варигатность а здесь побольше ну и немножечко ценой будут отличаться с корешками с корешками все с корешками друзья дальше вот эти три девицы под окном первая вторая и третья это черный принц эхиверия вот это была черный рыцарь вот она а эти три это черный принц это детки от моей эхиверии черный принц будут невероятно черные это сейчас они в активном росте я их стараюсь почаще поливать чтобы они подросли не засушивать а так они будут прям черные при черные очень красивые так дальше друзья вот в двух стаканчиках как седу мелкие вот и вот здесь немного побольше был палит поэтому распушился а этого водички доставалась поменьше вот такими столбиками красивые интересные седу будут продаваться вот так стаканчиками вот целым стаканчиком и вот целым стаканчиком то есть сколько там черенков укорененных сколько и будет в одном как сказать комплекте дальше друзья давайте по порядку вот это эхиверия golden state варигатная красивая нарядная эхиверия но друзья нежная к солнышку надо приучать очень аккуратно чтобы она не обгорела да вообще все надо приучать к солнышку аккуратно варигатные варигатные или не варигатные но варигатные более нежные растения поэтому их мы приучаем к солнышку постепенно тоже на своих корешках варигатная она одна так друзья дальше давайте с этого с этой стороны вам покажу вот этот кустик эхиверия суен кустовая растет кустика можно деревцем формировать кто как умеет кто как любит можно розеточками отдельно постоянно отрезать выращивать и она вырастет вот она уже такая розовеющая на солнце при перепадах хороший красный цвет приобретает вот один кустик вот второй вот это больше как деревце ну вот на ножке видно там или нет не знаю вот это вот кустом эхиверия а вот это вот на одном стволике деревце уже сформированное то есть посадить в красивый горшочек и все вот дальше друзья грабтоверия blue mist вот одна и вторая их вроде две штучки нет у меня там по-моему еще где-то были будет красивая грабтоверия на солнышке нижние листики превращаются в оранжевый цвет становятся оранжевого цвета макушки бывают темно-фиолетовые с таким сизым налетом под лампами она прям такая фиолетовая очень красивая мне нравится дальше друзья вот здесь стаканчики вот одна розеточка и вот малюсенькая вторая розеточка это на пенечке там деточки еще маленькие не обращайте на них внимание вот эта маленькая розеточка вот эта розеточка и вот это двухголовый кустик это седу куспидатум гибрид очень красиво окрашивается под лампами на солнышке имеет немного другой оттенок ну тоже не менее красивый этот седун дальше друзья вот один у меня пушистик колонхоэта ментоза один на корешках на корешках так здесь у меня три уже довольно крупных растения вот они одна вторая третья эхиверия эхиверия мэнса с возраста может начать приобретать какие-то монстрозные или очертания черточек на листике этот моей мэнсы монстрозной но детки вот такие получились ровненькие все геометричные формы они решили решили что будут такими дальше друзья вот этот миленький пузатик это пахифитум бэби фингер вот таким кустиком как он растет стаканчики так и будет продаваться ну друзья еще вот так медленно покажу вам вот этот поддончик я надеюсь вам хорошо видно потому что мне солнце отсвечивает и мне как-то не очень хорошо видно если честно ну как-то так друзья немного поменяла поддоны местами чтобы эти были на солнышке было вам лучше видно ну здесь давайте начнем с этих это эхиверия баригатная беркли лайт любит расти кустикам баригатная эхиверия на кончике ее листиков розовеют при ярком освещении или на солнышке и вот здесь три такие эхиверии эти покрупнее две и вот одна немножечко помельче дальше дальше друзья это эхиверия это эхиверия агавовидная сп ну это от моих тоже эхиверий и вот видно уже она вот краснеет на кончиках я так думаю что под лампами она будет прям красненькая то есть это не миранда скорее всего вторая которая у меня взимяшка дальше друзья вот это фиолетовая это эхиверия это эхиверия жепчужина нюрнберга одна это эхиверия из полидонисовых эстер имеет очень красивый красный кант уже такая хорошая сформированная розеточка красивая симпатичная но она друзья по моему одна или еще одна там ну в общем друзья если будут повторяться я вам тогда скажу что уже мы смотрели и будет номер тот же который был здесь друзья вот две в одном стаканчике одна и вот еще одна друзья это эхиверия криспата бьюти вот эти две покрупней эти две помельче будут немножечко цены отличаются так друзья одна эхиверия варигатная холлвей на корешках тоже такой красивый розовый оттеночек имеет варигатная симпатичная потом по краешку у нее немножечко такой рваный листик становится вот тут уже немножечко тут видно очень симпатичная эхиверия дальше здесь вот друзья вот одна и вторая это эхиверия black river тоже друзья говорю вам о размере стаканчиков вот berkeley light это пять с половиной сантиметров пять с половиной сантиметров а эти все по четыре с половиной сантиметра диаметра стаканчиков для понимания размеров розеток то есть какие-то розетки уже немного переросли стаканчики некоторые как раз то есть ну чтобы понимать какой размер брать не буду в руку камера плохо фокусирует буду так показывать палочкой друзья black river вот это будет на небольшой ножки но с корешком а это вот без ножки такая более приземистая но эту можно немножечко совсем немного заглубить или отрезать переукоренить это уже на усмотрение владельца как кому как нравится то так будет делать но продаваться будет с корешками друзья вот еще две розеточка 1 и 2 этой хиверия pink frills сиреневатая розоватая окантовочка сама такая с небольшим налетом тоже из разряда шевиан волнистый краешек розовеющий очень симпатичные хиверия дальше друзья вот это хиверия агава обидная скорее всего миранда но опять же друзья не точно потому что листочки подписываешь они потом отсыхают поэтому все вот но эти все розетки которые я вам показала они все разные то есть вот она вот это видно у нее более широкий лист и вот это это все три разные но агаваидные розетки дальше друзья здесь вот они две раз и рядышком 2 это хиверия пройти in pink вот такие две розеточки здесь рядом чтобы не пропустить покажу вам сразу эхиверия купит или грабтоверия купит купидон вот одна вот здесь вторая такого же размера и можно здесь еще выбрать вот две вот это и вот это помельче ну а там малышня пускай растет дальше друзья это хиверия хрома вот так красиво окрашивать свои листочки это варигатные хиверия красивыми розовыми оранжевыми желтоватыми пятнышками окрашивать свои листики в активном росте когда хватает достаточно света растений вот одна здесь вторая и вот здесь третья может какие-то ближе какие-то дальше показываю ну немножечко вот это побольше эти две чуть-чуть поменьше и здесь вот друзья три растения одна вторая третья это эхиверия миссис ричардс будут такими с розовинкой небольшой или скорее правильно наверно грабтоверия миссис ричардс и еще я здесь чуть не пропустила друзья вот такую хавортию вот это хавортия вот которая побольше ну вот эту тоже уже можно но это еще мелковато пускай растет это вроде называется аптуза это которые окошечки просвечиваются на солнышке такие окошечки у нее довольно широкие вот две теточки вот это побольше это чуть меньше в принципе это тоже если кому-то очень захочется могу предложить вот такой друзья второй поддончик с растениями вот вроде я всех показала надеюсь никого не пропустила этот поддончик я вам уже показывала ну покажу может так без солнышка и лучше видно может я зря жду солнышко а может это лучше только мне видно ну друзья и еще некоторое количество растений которые я вам сегодня хочу показать давайте начну тоже вот здесь с этого края розовая грабтоверия red eyes уже довольно таки крупненькая на корнях своих я думаю всем она известна это грабтоверия который меняет свой окрас в зависимости от условия содержания освещения полива ну и как многие суккуленты такое растение хамелеон бывает уходит фиолетовый зеленоватый розоватый у меня даже детка получалось в бедном грунте практически красная такого интересного оттенка очень если найду друзья фотографию ставлю но она мне одна дальше друзья вот такая хиверия это хиверия дороти из разряда крупных капусточек край листика окрашивает в розовый цвет становится такая волнистая крупная растет очень красивая хиверия дальше друзья вот это порегатная хиверия лимон роз единственным по моему она мне экземпляре такая уже подрощенная симпатичная варигатная под лампами становится листья более округлый на солнышке более вытягивается очень светленькая такая симпатичная хиверия ну друзья я хиверия топси турви вот он вот такой необычный у нее листик за что ее многие любят вот она у меня в единственном экземпляре сейчас она очень хорошо симпатично выглядит ей достаточно было света и она вот так показывает всю красоту своего листочка и загнув его внутрь дальше друзья такая крупная уже хиверия она даже крупнее моей которая у меня в коллекции красивая раскидистая наверное я больше деток залюбила наверное больше их поливала и видимо ей это нравится очень крупная такая красивая хиверия она да она небольшие ножички но это опять же на усмотрение хозяина который ее приобретет можно ее будет переукоренить можно будет так посадить так что с корешками и вторая вот такая тоже инфант голд варегатная хиверия такая же как это но двуголовая так она и будет продаваться она немножечко поменьше ну с двумя головками я думаю что от этого она не менее красивая а друзья дальше здесь у меня варегатная миссис ричардс вот она одна вот вторая двухголовая вот третья и вот четвертая тоже двухголовая немножечко размерами они разные но они все варегатные все очень красивые листик у них не ровный округлый а вот такой как немного рваный и варегатные полосочки проявляются у кого-то зелеными прожилочками у кого-то розовыми в общем интересная такая в раптоверии миссис ричардс вот это среди них зеленая красавица это седоверия телстар любит расти на ножке приобретать такой экзотический вид пальмочки немного приобретает таки оливковые коричневатые оттенки на солнце а в основном такая зелененькая для того чтобы разбавить коллекцию лист у нее блестящий цветет оранжевым колокольчиком симпатичные дальше друзья вот это восковая красавица это эхиверия blue waves уже сформированная розеточка во всей своей красе и считаю она такая светло-зеленого цвета и нежно-розовый у нее кант уже довольно она крупненькая ну она тоже наверно стаканчики четыре с половиной сантиметра но она его уже переросла по-моему она у меня в единственном экземпляре дальше друзья это седум джойс вот одна голова с корешком а вот это будет двухголовая тоже с корешком варегатный седум симпатичный розовеющий на солнце ну не очень быстро растущий так же как в принципе все варегатные но красивенький здесь между инфант волтом топси турви и джойс талачем вот такой пушистик здесь вот одна вот вторая розеточка и вот здесь небольшая третья это эхиверия green вельбет пушистик в моей коллекции одна пушистая эхиверия это вот от нее деточки вот такая она милая такая симпатичная посмотрите какая она пушистая она просто плюшевая она и на ощупь друзья еще мягкая но лучше ее края не обтирать чтобы вот этот ворсистый налет не портился иначе она будет приобретать такой оранжеватый некрасивый налет вот у меня их здесь три дальше друзья одна эхиверия мадиба вот такая кругленькая переросла уже горшочек четыре с половиной сантиметра розовенькая симпатичная сформированная розеточка эхиверия эхиверия мадиба и на переднем плане желтые солнышки это эхиверия мини бель варигатная желтая форма варигатности это вообще они прям выделяются по моему из всех единственные желтые но друзья к солнышку приучаем постепенно и на солнышке могут появляться розоватые оттенки варигатность плавающая вот может там полосочка зеленая появится может исчезнуть может опять появиться вот такие но это все варигатные друзья все вот это сейчас опять друзья что-то с камерой ничего не вижу друзья значит вот эта розеточка будет на срез эти две с корешками это тоже с корешками и вот это будет помельче но тоже с корешками вот такие эхиверии красивые варигатные мини бель друзья дальше могу вам предложить вот такую симпатичную компактную розеточку эту эхиверию покупала как сноубани она немножко отличается от других сноубани которые я видела в интернете но я подобное не нашла думаю может какое-то другое название поэтому она у меня будет под этим названием возможно какой-то ее гибрид у нее интересный лиловато-серый оттенок такие пухлые листики по-моему она мне в единственном экземпляре друзья такая эхиверия также у меня есть небольшое количество красу которую вам могу предложить например ой не уронить вот такая пушистая красула которую я не так давно заимела в своей коллекции но при этом уже вот появились излишки это два вот таких кустика вот она один как бы показать не вам так вот один кустик и вот друзья второй кустик красула брауна надеюсь это правильное ее название дальше друзья красула пилюцидово-регатная здесь посажена в одну ячеечку здесь три черенка и рядом вот они два черенка она уже начинает куститься все с корешками цена будет за один черенок с корешками за одно растение с корешками это уже не черенки а уже растение с корнями дальше друзья вот здесь это красула перфоратово-регатная вот кстати сейчас очень хорошо видна ее варегатность она не всегда бывает видна вот так хорошо видно цена будет за три черенка вот за три этих высоких и за три которые маленькие красула красула перфората варегатная дальше друзья могу еще предложить красула бривифолия вот она один черенок вот она одно растение здесь внизу второе и рядышком вот она третье растение все с корешками укорененные дальше друзья вот такое растение красула кампфайр будет ярко-красная сейчас в активном росте такая салатового такого салатового цвета а рядом с ней это укорененный ее цветонос но уже пошли тут смотрите розеточки уже начала опуститься цена будет разная вот у этой розеточки и вот у этой но они уже обе полноценные два растения одно крупное другая помельче покажу вам друзья еще а я вот смотрю вижу пропустила вот это друзья красула декора варигатная она в единственном экземпляре одна вроде бы и вот такая еще есть малышка вот она это эхиверия пузором кстати не так быстро она друзья растет из листика вот выросла до таких размерчиков ну вроде все вроде ничего не пропустила а эти красулы еще так посмотрим как они будут все вести это вообще-то новая для меня красула том-тумп еще маленький пусть растут покажу вам еще вот так на солнышко друзья друзья возьму возможно плохо где-то видно не без сути потому что я на солнце здесь вижу здесь не вижу стараюсь ну чтоб было вам хорошо видно но мало ли вдруг ждала я ждала я солнышко и вот пожалуйста она меня порадовала и решила вообще не прятаться здесь у нас на балконе такая жара просто невыносимая было очень облачно сейчас стало очень ясно даже даже дождик где-то был вдалеке с утра сейчас очень ясная погода замечательно вообще друзья нас хорошая погода стала очень тепло даже дождик недавно прошел прямо замечательная погода которая радует друзья также хотела предложить некоторые виды суккулентов на срез вот такая крупная розеточка эхиверия гигантея будет на срез она одна характерная ее особенность это красивый неоновый край вокруг листа и это из разряда очень крупных красивых эхиверий те которые растут крупные не мелкие а крупные также друзья на срез могу предложить еще вот такие вот такая розеточка барон болт это бородавчатые эхиверия одна и вторая поменьше будут бородавочками эхиверия барон болт дальше друзья на срез могу предложить еще на срез вот такую эхиверию это эхиверия фаерболл будет малиновая под искусственным освещением на солнышке немножечко оттеночек у нее будет другой но тоже она будет очень красивая несколько розеточек на срез вот тоже она вот здесь тоже она также есть на срез эхиверия фаерболл вот такая вишневого цвета эхиверия вот срез вот срез и вот еще тут поменьше тоже можно на срез это очень яркая насыщенная эхиверия особенно под искусственным освещением да и на солнечном свете она будет всегда радоваться своим вишневым цветом вот такие друзья две розеточки фаерболл и редболл дальше друзья могу предложить на срез вот с такой небольшой варикатностью эхиверия мини бэль у нее тут есть небольшие черточки но детки от нее могут получиться варикатные в большинстве своем случае такая на срез вот она видите здесь растет в более таком свободном как сказать менее тесных условиях она вот такого более крупного размера но выглядит менее компактный вот несколько черточек здесь есть дальше друзья эхиверия даймонд стейт не варикатная на срез дальше друзья эхиверия даймонд стейт варикатная вот такая очень красивая будет еще более яркой будет более рваный край тоже на срез а также друзья предложить могу вам на срез еще вот такую крупную розетку даймонд стейт сейчас я попробую поставить и вам показать вот такая начинает у нее в серединке центре розетки более рваный края листа становиться это варикатная эхиверия крупная красивая вот это крупная и вот это помельче но не менее красивая даймонд стоит а это друзья очень крупная наверное сантиметров 10 в общем я не буду говорить друзья ну вот моя ладонь и она просто огромную и красивая дальше друзья эхиверия лауленсис где она тут не вижу я ее вот это на срез следы от обработки друзья хочу предложить еще на срез седум нузбаумера вот такой оранжевый он уже у меня раскопустился в разные стороны эти розеточки мешают другим растениям расти он такой оранжевый красивый вот несколько розеточек могу которые мне в сторону начали расти и мешают могу вам предложить на срез один из немногих оранжевых суккулентов друзья вот такой еще могу предложить эхиверия эхиверия мауна лоа это будет бородавчатая эхиверия с красивым кантом и волнистым краем это из разряда тоже крупных капусточек так называемых рюшистых и еще кроме того они будут красивыми бородавками вот одна вот вторая здесь уже бородавочка вот появляется тоже будет на срез одна и вторая также друзья могу предложить вот такую эхиверию шантили или шантили вот такая друзья эхиверия потому что я буду ее ведь она раздвоила голову я буду ее переукоренять и заново сажать она растет крупная это она вот измельчала за зиму нежно розово красивого цвета образует черточки по листу красивый розовый кант вот такой крапинки могут может выдавать вот я одну себе посажу одну могу предложить вам эхиверия шантили дальше друзья эхиверия сабсисилис варигатная симпатичная варигатная эхиверия на срез также могу предложить такую розеточку на срез и хиверия флоренс и небольшая розеточка хиверии пагода пагода это бородавчатая вот там же бородавочку она одну выдала друзья если нужно кому-то красу ловато у меня вот есть такая совсем недорого если нужно также могу предложить грабта верить тубанс одна и нас грабта седум бронз вот на срез есть и несколько розеточки есть и грабта веря полина вот таком размерчике скорее всего там с воздушными уже корешками друзья также на срез вот такие черенки красула платифилия варигатная хорошо краснеет на солнце да и под лампами и артра атропурпуре варигатная красула тоже черенок на срез посмотрите как она порозовела друзья очень красиво надеюсь вам видно поснимаю здесь к солнышку ближе стоял тут прямо розовенькая здесь то есть черенок вот этот покрупнее будет чуть подороже помельче будет чуть подешевле я тоже буду их рассаживать по-другому формировать и вот у меня их тут несколько поэтому поделюсь с вами покажу вам еще раз гиганты друзья также могу предложить вот такую небольшую розетку трампет пинки розовые трубочки их тут две одна побольше вторая поменьше скорее всего будет срез одна скорее всего с корешком 2 будет срез побольше и поменьше друзья хочу вам предложить вот такой крупный ионим точного названия я вам не скажу я всегда думала что это ионим киви но я в этом друзья не уверены не знаю ну сейчас его серединке стали светлеть при более активном поливе вот такое же взрослое абсолютно взрослое растение имеет множество воздушных корней он у меня один единственный ионим мета такое большое количество розеток могу вам предложить друзья для тех кто очень любит ионим совершенно готовое растение только посадить красивый горшочек дальше друзья пахифитум пахифитоидес большая вероятность того что у него появится будет более ярко выраженная варигатность потому что были они все варигатные но на данный момент буду продавать их как неваригатные пахифитум пахифитоидес и вот такие у них красивые розовенькие розеточки все на срез но они все с воздушными корешками быстро примутся компактные симпатичные головки сегодня покажу поближе и друзья некоторое количество деток могу еще предложить некоторые будут повторы вот например вот вот это краптоверия купидон такая симпатичная была ранее уже дальше что здесь нет без повтора это вот такие фабиолы хивери побольше есть поменьше есть компактные зеленые розочки еще их называют пропузором грин да они очень похожи на их верю пропузором только более зелененькие может там могут окрашивать только кант свой такую красноватую каемочку давать тоже такая пятнистости большая есть на листьях дальше друзья череночек седум бурита вернее не череночек а росточек растенец с корешками вот еще у нас ранее был бэби фингер там был кустиком здесь вот одиночный дальше друзья небольшие те которые конечно покрупнее вот эхиверии сапсисилис про этим пинг у нас уже была повторка это грабтоверия элен вот она дальше что я вам еще здесь хотела показать вот еще вот грабтоверия элен кустиком здесь три головки здесь вот еще одна грабтоверия элен дальше друзья могу предложить еще одну фред айвс вот такая небольшая это было очень крупненькая а это поменьше ну из того что здесь есть остальные еще очень маленькие вот дубль хивери эстер я там уже вам одну показывала на что тут могу еще интересного ну например вот это и вот это два таких симпатичных голубоватых ёжика ситоза до минута эхиверии растут не очень крупные ну немного побольше будут чем здесь нет друзья никак не немного побольше а ну очень крупными не будут у меня выросло где-то диаметром до ну наверно сантиметров пять с половиной шесть и начала стволик образовывать она должна деток образует но мне моя деток не хочет мне давать ну здесь уже повторки есть некоторые могу предложить еще вот такую одну она одна это лена петаллум паригатный шоколад энд страубери называется вот такая симпатичная но она друзья одна ну в принципе все остальные все повторки вот блумист здесь тоже у меня есть больше ничего нового остальные еще малыши друзья пускай растут а друзья могу вам предложить еще вот такое колонхое куропатка на срез верхушечку на срез я могу предложить на срез пару веточек седум джой сталыч я вам показывала варегатный а это не варегатный но очень красивый растет красный вот у меня он так свесился красиво окрашивает листочки ну несколькими веточками поделюсь друзья закончу видео на своих растениях очень жарко на балконе я просто чуть не упала в обморок пока снимала ой немножко ветерочек подул друзья для получения для связи со мной можно писать мне в вк личные сообщения или в telegram канал на личную страничку все контакты я оставлю также можно связаться со мной через авито тоже оставлю контакт а некоторые контакты у меня есть ой друзья все уже все голова не работает в общем друзья все контакты оставлю пишите кому то что то если понравилось обращайте как всегда друзья всех целую и обнимаю до новых встреч всем пока друзья также в моем ассортименте есть наборы уличников именно вот такими наборами каждый набор состоит из три вида молодила и четыре вида 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 седума они в принципе одинаковые я вам сейчас поближе покажу три вида молодил один такой вот зелененький с коричневыми кончиками другой такой красный пушистый и третий вот здесь красный чуть кончики опушенные он поменьше размера по своей природе в каких-то наборчиках некоторые молодила стали побольше покрупнее некоторые помельче где-то седум побольше разросся в общем атака в общем наборы в принципе идентичные по своему составу не идентичные а одинаковые по своему составу и в своем составе вот еще раз повторюсь вот это седум это испанский седум вот такое пушистенькая темная вишневая молодила очень симпатичная друзья вообще невероятно мне так нравится прям пушистый на какого-то даже паучка похож вот это красная молодила оно не очень крупная растет ну и не совсем мелкая возможно если его отдельно посадить будет более крупный а вот этот сорт крупный растет очень крупные дальше здесь вот такой очиток 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 васильковый вот он на корешках и вот такой вот зелененький он кстати красным по весне выходит вот он так зеленеет и очень симпатично цветет этот очиток испанский по-моему белыми цветочками цветет васильковый очень красиво цветет я вам показывала в своих обзорах его цветение очень красиво вот еще покажу поближе вот васильковый отдельно нет друзья вот только в наборах и по веточке вот такого толстенького красавчика в общем для того чтобы развести себе эти виды суккулента в принципе этого достаточно вот а вот такой седум испанский приблизительно вот в таком количестве он очень хорошо разрастается есть отдельно друзья если кому-то нужно пожалуйста разрастает с очень пушистым ковриком имеет свое свойство розоветь в бедном грунте при ярком освещении и при редком поливе вот здесь могу показать вот на кончиках наборчики в садике в таком такого цвета интересного если его не до поливать то будет тоже интересно окрас иметь вот как здесь например тоже кончики видно что розовенькие я надеюсь друзья видно потому что солнце светит очень плохо мне видно что я снимаю ну надеюсь что вам видно а также отдельно могу предложить вот такой очиток тоже симпатично цветет по моему розовыми цветочками разрастается длинными побегами на которых растут отдельно стебелечки как с корешками так и на срез будут соцветия по моему если я не ошибаюсь то есть собраны в кисточке и цветет вот это он выходит таким красным весной а потом значит опускается в активный рост и зеленеет по краешкам видно друзья вот он красненький немножечко всего несколько штук у меня таких наборов то есть количество ограничено друзья отправляю без грунта без горшочков все прекрасно доходит прекрасно потом укореняется то есть эти скуленты можно не так как мы с вами их и верим не поливать эти можно сразу посадить и сразу полить и они прекрасно примутся на солнышке загорают вот такие друзья наборчики в этом году у меня есть горшочек здесь вот моя ладошка такой друзья не померила диаметр тут они немножечко разные но это сути не меняет принципе тут этот побольше этот поменьше даже не могу сказать даже линейки нету под рукой померить ну приблизительно вот подставлю то есть видно да что то это молодила поменьше а вот это очень крупненькая но здесь покрупнее где-то здесь поменьше это не столь важно вот и по веточке вот этот толстенький седум значит повторюсь еще раз три молодила разных и четыре виду виды разных седумов солнышко спряталась не видно стало друзья также могу вам показать вот такие красные молодила очень устойчиво держит цвет имеет серединке небольшое опушение вот поближе покажу вот сейчас они вот такого яркого красного цвета размер у них средний не очень крупные они не очень мелкие буквально несколько розеточек я могу поделиться с вами несколькими несколькими штучками но розеточки 4 наверное размер вот моя рука друзья нет у меня линейки сейчас но приблизительно такого средного среднего размера розеточки наличие тоже будут покажу вам поближе такие очень красивые друзья красные молодила друзья также могу вам предложить несколько розеточку такого молодила она тоже растет не мелкая но отправлять буду средних размеров не совсем маленькая но и не совсем крупная друзья и вот эти крупные молодила тоже у меня есть в излишках могу предложить это которые вот эти очень крупные те которые есть в наборе они вот такие зеленые кстати здесь они растут в тенечке а если их посадить на более солнечное место они будут более компактными и вот эти коричневые кончики будут ярче и больше окрашивать листик то есть будет больше коричневого чем здесь совсем вот на кончиках друзья также хочу предложить вам вот такую эхиверию рендропс на срез вот розеточка на срез и вот розеточка на срез она сейчас у меня вот так без бородавочек возможно кто-то с ней подружится лучше чем я и попробую вырастить ее здесь вот небольшой даже листочек варегатный появился розеточки на срез вот одну и вот вторая друзья также хочу предложить черенки на срез вот этого пушистого котеледона варегатного вот этот крупный черенок будет на срез по одной цене а вот эти два помельче по другой все на срез для самостоятельного укоренения вот этот поменьше вот две пары листиков будет срезом здесь но где-то посередине будет срез вот здесь приблизительно ну и вот это тоже наверное две три пары листиков такой симпатийка пушистый где-то где-то идеальное где-то 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 где QUI